Посмотрим немножко на лук людей, которые приходят помолиться. Все меньше и меньше туристов становится, к моему счастью. Чем меньше туристов, тем меньше привозят свои вирусы из Европы, из другой Европы. Посмотрите, какие гаражи в домах около Санкт-Антонио, то есть виллы. Всем добрый день! Не забывайте подписываться, ставить лайки. Пойду выпью кофе. Смотрим на очередных туристов, на их стиль, на их лук перед Санкт-Антонио. Так как я живу в этой зоне, около Санкт-Антонио, я каждый день снимаю туристов. Видите, как в Европе все одеваются просто. Очень просто все одеваются, тем более туристы. Я раньше хоть и туристкой была, все равно одевалась красиво по всей Европе, когда ездили с римлянином, путешествовали. Так жалею, что я не начала быть блогером еще тогда. Но, с другой стороны, он был такой какой-то доминант и ревнивый, осессионат одеме, что он, наверное, мне не давал бы даже делать. В принципе, я много делала видео наших путешествий, наших ресторанов, наших спа и все такое по всей Европе, по всем островам. Но вертикально делала, и так как я уже много раз поменяла телефоны, даже не знаю, где эти видео находятся. Добрый день, девчонки. Добрый день, я сегодня решила только сделать видео моего лука, но не пить здесь кофе, потому что я поняла, что здесь кофе не очень-то такое прямо качественное от того, что 1 евро. Пойду в соседний, где 1,50. Всем добрый день. Вот сегодня не перепутаю. Показала вам сегодняшний лук. Шали кашемировый, 100% Hermes, который выпускают каждый год в разных цветах. Джинсы широкие Валентина, которые вы уже знаете. Они подходят в любое время к любому луку. Блузка Zara, если вы помните, вышитая блузка из катона Zara. И сандалии Louis Vuitton на танкетках. Сандалии, да, по-моему, по-русски сандалии будут, да, на танкетках. И так как брюки длинные, мне приходится надевать эти танкетки на платформе. А то, что я купила Томми и, не помню, второе имя. Они мне так натерли ноги, что я больше их не стала надевать. Помните, я их купила за 100 евро. Но что-то сегодня жарковато на солнце. Куда бы пойти присесть? В тенёчек, что ли, сесть? Ну, здесь много машин. Пойду по переулкам немножко. Около Санто. И сумочка тоже вот эта вот Томми и молодёжная. Жёлтая сумочка цвета Zafferano. Потому что, если вы помните, полтора месяца назад содрали, сорвали с меня сумку Valentino молочного цвета. И я после этого стараюсь дорогие сумки не носить на плече. Если даже содрут эту сумку, она как бы не жалко будет. Единственное, опять со мной документы. Потому что после обеда римлянин мне поможет. У меня есть каждый день 2 часа пауза. Он мне поможет перейти от одного оператора телефонного на другой оператор телефонный. Более такой. Надеюсь, что не будут у меня без конца. Каждый месяц по 45 евро забирать автоматически с банка, с карты. И он мне всегда в таких делах помогает, потому что он очень такой в информатике, очень свелья, очень умный в информатике. А я немножко такая, не очень в информатике. Я всё витаю в облаках. Только что разговаривали с одной моей подписчицей. Вспоминали наше детство. Она моя ровесница. Вспоминали наше детство в Советском Союзе. Какое у нас было детство. С газировкой, с мороженым. Пломбир натуральным. Во дворе со всеми играли. Почти весь, половину города знали. Всех соседей знали. И всё такое. И вот это вот моя сестра, которая сейчас заразилась и заболела ковидом. Она до сих пор там живёт. В том городке. И всех наших ровесников знает. И неровесников тоже. Я помню ей в школе все-все-все секреты. Все подряд рассказывали. Она была лидером в школе. Мы знали даже наших ровесников. Во всех других школах общались. Что в казахских, что в русских. Мы учились в русской школе с этой сестрой. Остальные учились в казахской школе. Мои братья и сёстры. И она всех-всех знала, знает. Все секреты, все сплетни. А я такая была. Ходила в библиотеку, читала книжки. И жила в своём мире, как говорится. И, как я уже рассказывала, узнавала все новости где-то через полгода, через год. Потому что я, как бы, всегда была далёкий человек от сплетен, от разговоров, от бла-бла-бла. Это сейчас вот приходится очень много говорить. Потому что, если ты блогер, ты должна говорить. Такой интересный двор. Интересно, что это такое. У меня такое ощущение, что это не частный дом. Там, наверное, опять какие-то монахи или монашки живут. Посмотрим на дверь, что это такое. Ой, это даже какое-то странное. Смотрите, Суанары, Кампанелла, Качатори Дипелли. Боже мой, это ещё что такое? Качатори Дипелли, охотники за кожей. Шокинг тату студия. А, это студию. Тату студию. Тату делают. Ничего себе, в каком доме они тату делают. В таком палаццо. Да. И я решила только вот так вот своим физическим состоянием каждое утро показывать маленьких видео, как я себя прекрасно чувствую и стопроцентно уверена, что буду прекрасно чувствовать, что бы ни случилось. как говорится, как я уже повторяю много раз, я верю в науку, прогресс и медицину. Каждый выбирает то, что он хочет. Как хочет. хочет вернуться назад, вернуться назад на 100 лет назад, пожалуйста. А кто хочет идти вперёд, они идут вперёд. И смотрите, какой садик такой маленький. такие виллы интересные здесь палацци. И вообще я заметила, что я заметила... ой, мама дорогая. Так, это что там за улица? Проезжает очень много из Южной Италии туристы. Очень много. Они, естественно, проезжают в термальные воды. И заодно посещают все вот Санкт-Антонио Базилика. О, боже мой, надеюсь, их. Хочу так по переулочкам тихим, где машин нету, пройтись. И да, вот так вот как женщина одета. Шаль. Шаль можно спокойно убрать в сумку, когда жарко становится. Белые брюки короткие. Очень удобно в сентябре, бархатный сезон, потому что по утрам холодно, после обеда жарко, вечером холодно, ночью вообще 12 градусов. Я сегодня ночью замерзла, потому что еще не достала одеяло. И сплю под одним, под одной простыней. Замерзла. Чувствуется уже ночная прохлада. Так, посмотрим, что у них за дворы тут. Так интересно. Видите, какие у них тут дворы. И как здесь хорошо. Тишина и покои. Поэтому я не хочу больше ни с кем спорить. Это бесполезно. Спорить об этом деле, обо всем, что происходит сейчас в Италии. Сегодня услышала с утра новости за завтраком, по телевизору, что вообще теперь без этого Гринпасса даже депутатов, каких политиков, не будут пускать в Риме на совещание их. Парламентариев, парламентариев. Так как есть несколько человек, которые вот правые, которые ради спекуляционной политикой тоже хайпуют на этой теме. И, ой, мне римлянин звонит. И такую демагогию разводят. Это вообще... Но у меня среди подруг итальянских есть одна, которая вот именно за правых немножко такая, как синица. В том смысле, что расистка, шовинистка, почти фашистка ненавидит всех эмигрантов и всё такое. Я немножко от неё отошла, потому что устала от её высказываний про африканцев, про арабов в Италии. Но это сторонники Сальвини. Я человек далёкий от политики. Я терпела-терпела много лет её высказывания, а потом думаю, нет, хватит уже, не хочу больше дружить с расистами. вот тоже красивые два пара элегантного возраста в бежевых тонах. Очень красиво подобрала цвета. Очень красиво. Так, я должна найти должна найти бар, где посидеть. Бонжурно. Белиссимо, синьоро, лук, калорий. Комплименты. Всем здоровья и добра! Ой, девчонки, сегодня не перепутала бар, где 1,50. Есть Тенёчек, есть Сант-Антони, есть все. Красный Крест. Оказывается, называется Кафе Алсанто. Сегодня медвежонка нет. Нет.